Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Ну что, вчера состоялось важное событие, правда, в Китае. Когда это событие произойдет в глобальном мире, пока неизвестно. Представили Redmi Note 13. Всю серию Redmi Note 13, 5G Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro Plus. Для начала я хотел бы узнать у вас, друзья. Скажите, пожалуйста, вы вообще пользовались смартфонами серии Redmi Note? Может быть, там 8, 9, 10. Какой-нибудь у вас был? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне больше всего запомнился Redmi Note 10 Pro. Это тогда, когда пришли стереодинамики, когда появился AMOLED-экран 120 Гц. И камера могла делать фотографии примерно так же, как флагманские Samsung и iPhone, если мы делали фотографии в Pro-режиме. В общем, там была своя интересная история. Этот смартфон не запомнился больше всего. Сейчас презентовали серию Redmi Note 13. Там много, на самом деле, моментов, о которых стоит поговорить. Но давайте прямо сейчас посмотрим, что же из себя представляет вся эта серия. Пройдемся по всем трем телефонам, посмотрим, какие там интересные особенности. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Итак, давайте начинать с самой младшей версии. Чтобы мы понимали, цены на нее стартуют от 15 тысяч рублей. Но если переводить ее, они, соответственно, на рубли. Тут важно, опять же, отметить, что когда эти смартфоны выйдут на глобальный рынок, во-первых, цены изменятся. Это раз. Во-вторых, возможно, изменятся технические характеристики. Но, в общем, это не так важно. Итак, Redmi Note 13. По большому счету, этот смартфон является продолжением того, что компания делала до этого. И еще один важный момент. Эти смартфоны стали, честно говоря, похожи на Infinix и вот на Tecno, и вот на эти смартфоны. Это, честно говоря, забавно. Итак, Redmi Note 13. Конечно же, пластиковые грани, пластиковый задник весит 173 грамма. Плоские грани. Трендовый дизайн 22-23-го годов, после айфонов. Экран достаточно большой, 6,67 дюймов, что, наверное, важно, 120 Гц, и это AMOLED-экран. Также важно отметить, что яркость экрана составляет 1000 нит. Это означает, что под солнцем, в целом, с этим смартфоном будет вполне себе комфортно находиться. Экран также 10-битный и цветовое покрытие DCI-P3. Внутри у нас стоит процессор от компании Mediatek под названием Mediatek 6080. Это продолжение, опять же, всех старых Mediatek-ов, переименованный и так далее. На что стоит обратить внимание, это количество баллов Antutu, потому что этот процессор выдает 400 с лишним тысяч баллов Antutu. И я бы сказал, что это хорошие цифры для смартфона стоимостью 15 тысяч рублей. То есть эти цифры нам позволяют, во-первых, без проблем жить в ближайшие несколько лет с этим смартфоном. Во-вторых, эти цифры будут вывозить большинство игр, в том числе и в Genshin Impact можно играть. Так что, в целом, это очень хорошее решение. Единственное, что можно отметить, за последние несколько лет вот эта мощность базового Redmi Note, она особенно никак не меняется. Все начинается с версии 6.128, заканчивается 12.10.56. Память LPDDR4X и стандарт накопитель UFS 2.2. В целом, еще раз скажу, что это нормальное решение, по производительности, которым вы будете пользоваться. 6 гигов, наверное, покупать сейчас уже нет необходимости, но вот 8 гигабайт памяти вам хватит за глаза. Аккумулятор на 5000 мАч. Зарядка в 33 Вт, а не самая быстрая, но окей. Нет поддержки Wi-Fi 6-го. Есть Bluetooth версии 5.3. Карточку памяти нельзя использовать, и NFC в этом смартфоне тоже нет. Здесь, как бы, я бы сказал, что, ну, для России это будет не очень круто, потому что в России любят смартфоны с NFC. Любят смартфоны, когда они уже стоят 7, 8, 10 тысяч рублей, и там уже есть NFC, и такие варианты, соответственно, есть. Поэтому за пятнашку без NFC не круто. В сканере рапсетка пальцев встроена боковую клавишу, здесь все по классике. Стоит обратить внимание на камеры, потому что несколько лет назад вот в этом базовом Redmi Note была сверхукоугольная камера. Да, она могла быть, конечно же, не ахти себе, но все равно она была, это важно. Теперь сверхукоугольной камеры нету. Вполне возможно, на самом деле, люди, которые покупают смартфон за 15 тысяч рублей, им она особенно-то и не нужна. Они не очень понимают, что с ней делать. Ну, окей, ладно. Значит, камера основная на 108 мегапикселей. По камере интересная ситуация, потому что на сайте Кимовилла рассказывают, что там стоит сенсор от компании Samsung по названию HM3. И все бы ничего, если бы этот сенсор не стоял в Galaxy S22 Ultra, не стоял в Xiaomi 13 Pro и так далее. То есть, я тут, честно говоря, немножко сомневаюсь, поэтому просто давайте так, 108 мегапиксельная камера. И, как я уже сказал, сверхурика теперь нету, есть еще 2-мегапиксельная затычка. Оптической стабилизации нету, наверняка есть цифровая, 4К снимать нельзя только Full HD 30 кадров в секунду. Фронтальная камера на 16 мегапикселей, можно снимать только Full HD 30 кадров в секунду. И еще у нас здесь нету стереодинамиков. Стоимость от 14 тысяч рублей, это минимальная версия на 628. Максимальная версия на 12256 на данный момент обойдется в 21,5 тысячу рублей. Итак, это Redmi Note 13. Теперь давайте посмотрим на более старших собратьев, потому что они, конечно же, интереснее и мощнее. Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro Plus. Там уже у нас есть очень важная вещь под названием 200-мегапиксельная камера. Это камера, вот точно от компании Samsung, под названием HP 3. Причем, что важно отметить, и у Plus версии, и у обычной версии, и один и тот же сенсор. Этот сенсор достаточно серьезный, потому что он используется в очень хороших камерах. Например, Honor 90 Pro, например, Realme 11 Pro Plus. То есть он достаточно свежий, из него можно многое вытягивать. Мало того, у нас еще есть оптическая стабилизация и есть цифровая стабилизация. Все это совмещено. Апертура 1.7, соответственно, это достаточно светосильная камера. Можно снимать уже 4К 30 кадров в секунду, 60 кадров, к сожалению, снимать нельзя. Также одинаковая камера, как в прошке, так и в Pro Plus. Ультра широкая, 120 градусов, раскрытие 8 мегапикселей. И опять же, 2-мегапиксельная затычка для глубины. Фронталочка на 16 мегапикселей. Можно снимать Full HD 30 кадров в секунду. Что касается внешнего вида и корпуса, здесь прям есть интересные нововведения. Во-первых, у нас прошка и Pro Plus отличаются друг от друга. У прошки ровные грани, такие же, как и у 13-й модели. А вот у Pro Plus уже измененные грани, скругленные. Это движение в сторону Realme. Это интересно, потому что Realme, Honor и, по-моему, еще кто-то был вот в этом ценовом сегменте со скругленными гранями, но все остальные делают плоские. В данном случае Redmi двигаются в этом направлении. Мне кажется, это прикольно, потому что кому хочется плоские грани, покупайте 13 Pro. Кому хочется скругленные грани, 13 Pro Plus. Мало того, мне лично самому всегда нравятся скругленные грани. Ими удобнее пользоваться. И в моем представлении они, по ощущениям, такие чуть более премиальные. Ну и 13 Pro Plus, конечно же, более премиальные, потому что она, ну как минимум, имеет совершенно другой корпус. Во-первых, рама алюминиевая. Во-вторых, есть влагозащита IP68. Это еще одна прямо киллер-фича. Потому что в этом ценовом сегменте влагозащита есть только у одного смартфона. Это Galaxy. Galaxy A52, A53, A54. У A34, по-моему, тоже влагозащита IP68. Круто. При этом Pro Plus стал достаточно полненьким. 8,9 миллиметров толщина, потому что у Pro Plus толщина 8 миллиметров. Ну и Pro Plus весит 187 граммов, а Pro Plus весит 204 грамма. То есть разница ощутима. Ну, там все-таки у нас в прошке пластик, здесь у нас другие материалы. И еще один интересный момент. В варианте Pro Plus используется сзади нано-кожа. В смартфонах есть стереодинамики, но в Pro Plus версии уже нету разъема по 3,5 миллиметровый джек. И, кстати, у смартфонов нет поддержки быстрого Wi-Fi 6, только Wi-Fi есть. Плюс в Bluetooth версии 5.3 есть NFC и есть инфракрасный порт. У Pro Plus сканер отчатка пальцев встроен в экран. У Прошки, как обычно, сбоку. Ну, естественно, работает разблокировка по лицу. Аккумуляторы разные. В Прошке он больше 5100 мАч и в Pro Plus 5000. Но при этом в Pro Plus у нас очень быстрая зарядка в 120 Вт. Поэтому смартфон заряжается за 20 минут. В Прошке скорость заряда 67 Вт. И, соответственно, зарядка примерно за 40-50 минут. По экранам есть основная разница в том, что у одного экрана загнутый, а у второго экран плоский. Но при этом технически экраны одинаковые. 6,67 дюймов, конечно же 120 Гц, поддержка HDR10+. Сверху корни Gorilla Glass Victus. Очень хорошая яркость 1800 нит. Эта яркость даже выше, чем у Samsung флагманского Galaxy S23. Потому что там яркость 1750. Прикольно. Плюс здесь 12-битная панель. Соответственно, цвета отображаются еще лучше. По памяти следующая ситуация. У Прошки 8, 12, 16 гигов памяти. И память 128, 256 и 512. А у Проплюс все посерьезнее. Во-первых, память только 12 и 16. А во-вторых, накопитель только 256 и 512. По старой доброй традиции, карточка памяти уже не поддерживается в смартфонах. А помните времена, когда в Redmi было все? И карточка памяти, и 3,5 мм джек, и так далее, и так далее. Все, друзья, те времена уже давно прошли. Вибрацию в смартфонах там тоже обещали очень прикольную. Но я вообще могу сказать, что в принципе в последних Redmi'ках вибрация всегда была достойная. То есть такие приятные постукивания. Да, это не полноценный Taptic Engine, но все там очень хорошо. Ну и что касается процессора, они тоже разные. В 13 Pro у нас установлен Snapdragon 7s Gen 2. Это, соответственно, где-то 620 тысяч баллов Antutu. Хорошие результаты и мощная производительность. Интересно, что там с нагревом, потому что на презентациях нам всегда рассказывают о том, что есть различные испарительные камеры, которые убирают этот самый нагрев, а в итоге выходят, например, смартфоны, которые достаточно сильно нагреваются. Так что это только в опыте эксплуатации мы сможем понять. А вот в 13 Pro Plus установлен самый новый процессор, его презентовали только 11 сентября 2023 года. Это Mediatek 7200 Ultra. Сколько выдают Ultra? Ну, наверное, чуть побольше, да, в районе 800. Ну, наверняка не больше. То есть они не смогли догнать Poco F5, который выдает практически миллион баллов Antutu. Poco F5, кстати, по-прежнему шикарный смартфон 2023 года. По цене 30 копеечек с оптической стабилизацией. Очень хороший телефон, вот прямо могу рекомендовать. Часть из-за аудитории, наверное, не очень понимают, а зачем камере 200 мегапикселей, если она все равно фотографирует там в 12 мегапикселей? Здесь, на самом деле, все очень просто. Вот это увеличенное количество пикселей помогает делать хорошее увеличение. То есть на презентации нам рассказали о том, что двукратные, четырехкратные увеличения будут практически без потери качества. Фраза «практически без потери качества» она, конечно, очень расплывчатая, и она к реальности, на самом деле, не имеет никакого отношения, но в любом случае, когда происходит фотографирование именно с увеличением в 2 и в 4 раза, то, соответственно, делается кроп уже 200 мегапиксельной камеры, и, соответственно, мы имеем большее количество детализации. Вот в основном для этого, а также для пиксель-бинга, то есть для объединения пикселей, и существуют вот такие большие 200 мегапиксельные камеры. И что касается цен, значит, смотрите, 13 Pro начинается с версии 8-128, это в районе 18 тысяч рублей. Максимальная версия на 16-512 обойдется в 25 тысяч. Что касается Pro Plus, здесь все посерьезнее. 12-256 на старте стоит 25 с лишним тысяч рублей. Максимальная версия на 16-512 обойдется в 29 тысяч. Ну, если в Китае что-то стоит 29 тысяч, то в России это стоит, соответственно, 40 тысяч. Это, конечно же, цена достаточно большая для смартфона, который мы все помним как топ за свои деньги, да, ну, серия Redmi. Плюс, конечно же, ну, то же самое Realme 11 Pro Plus на старте тоже стоил в районе 40 тысяч, однако сразу была скидка, по-моему, в 5 тысяч, то есть его можно было на старте приобретать в России за 35 тысяч. А сейчас, если открыть маркетплейсы, то Realme 11 Pro Plus можно найти за 32 тысячи. Ну, и, соответственно, рядышком там тоже ходит Galaxy A54, который тоже имеет очень хорошие технические характеристики, но и Realme, и Galaxy будут проигрывать Redmi, потому что те набирают 550 тысяч баллов, а этот, соответственно, где-то 700-800. В целом, друзья, вот они три смартфона, которые были представлены Xiaomi 13 5G, Xiaomi 13 Pro и 13 Pro Plus. Еще расскажу, что эта презентация была в Китае, и, соответственно, когда все это выйдет на глобальный рынок, пока непонятно. Скорее всего, ближе к Новому году. А вот что скоро выходит на глобальный рынок, это Xiaomi 13T и 13T Pro. 26 сентября будет презентация в Берлине. Сегодня у нас 22 число, соответственно, через 4 дня, я даже, может быть, думаю, может быть, стрим организовать какой-нибудь. В общем, будет презентация новых 13T и 13T Pro. Там обещают очень интересные телефоны, причем они уже идут ко мне, и, соответственно, на моем канале скоро будут обзоры. Ну, а я вам всем говорю огромное спасибо. Меня зовут Фил, это Честный Блог. Подписывайтесь на канал. Здесь я рассказываю правду о ганжетах, которыми пользуюсь. Берегите себя и своих близких. Всем счастливые. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok